Буквально на днях в качестве подарка я купил, уточняю купил себе, никто мне не отправлял, оперативную память. Теперь из 32 гигабайт, у меня осталось 64 гигабайта. Если спросите для чего мне столько, я отвечу конечно же для Майнкрафта, шучу. Увы, Премьер Про в котором я монтирую, уже минимально просит 16 гигабайт, для комфортной работы, а еще фотошоп, а After Effects и приплюсуйте сюда хром, в общем 64 гигабайта на три вкладки хватит. Думаю мою мысль Вы уловили. И вот очень часто я встречаю советы, мол если хочешь, чтобы Майнкрафт был без лагов, нужно увеличить оперативную память. Но так ли это на самом деле, давайте проведем небольшой экспериментик. Привет, меня зовут Неркин, и мы начинаем открывать Майнкрафт по-новому. Вперед за истиной! Хочу начать с одной важной вещички, а именно системные требования Майнкрафта. Заглядывали туда хоть когда-нибудь? Недавно сайт Майнкрафта обновился, и теперь у нас есть возможность посмотреть эти же системные требования, а то если честно, я нигде их раньше не находил. Так вот, если посмотрим на минимальные требования именно джава версии Майнкрафта. То нам говорят, что минимально это 4 гигабайта, рекомендуемые параметры это 8 гигабайт. И это не сколько нужно выдать Майнкрафту, а сколько вообще должно быть у системы. Но, стоп! Опа-ча! Кто мне тут звери стучит? Как по мне это точно что-то приятное! Оу! Так это же промокод! Только тсс, никому не говори, а то капиталисты пронюхают. Для чего? Что за глупый вопрос? Он для pentacraft.ru, заходим на сайт, регистрируемся и указываем промокод Неркин, и получаем бесплатных 80 рублей на баланс аккаунта, для самого комфортного старта игры. На выбор есть технические, магические, техномагические и даже галактический сервер. Ой! Чуть не забыл про скайблок с модами, еще есть бонус постоянным игрокам, целых 16 рублей в день за голосование в топах. Этого должно хватить даже на продление крутых донат статусов. Но не забывайте про такие фишки, как стабильные сервера, активный дискорд, открытость админов, модераторов и продуманный прогресс, прохождение которого с любым донатом займет не меньше двух месяцев. Pentacraft. Зашел на минуту, вышел через год. Попробуй. Ссылка в описании. Также замечу, что для ролика я буду использовать самую стабильную на данный момент времени версию Майнкрафта 1.14.4. 1.15 пока не вышло, и разработчики в ней нам обещают просто невероятную производительность, так как последние пререлизы именно ее и улучшают. Старые версии я брать не хочу. И как многие знают или напротив не знают, у нас есть возможность выделить память Майнкрафту, прямо таки в лаунчере. И по некому стандарту, когда мы создаем новую установку Майнкрафта, то у нас всегда прописано в настройках 2 гигабайта. Поэтому давайте проведем небольшой тестик, с минимальным количеством памяти. Пропишем например 512 мегабайт. Я запускаю Майнкрафт и создаю самый обычный мир, ничего не трогая, кроме как режима игры. Сам мир создавался довольно быстро, но вот что было дальше, это просто капец, игра просто подвисает каждые 2 секунды, что очень жестко, даже на самых слабых компьютерах у меня такого не было. К слову, все настройки графики выставлены на максимум, и максимальная дальность прорисовки только 29 чанков, и Майнкрафт выдает мне около 6 фпс. Я не буду вырубать настройки графики до минимума, ибо мы пытаемся понять зависит ли фпс от выделенной оперативной памяти Майнкрафту. Так что пусть все настройки графики будут на максимум. Давайте мы немного увеличим количество памяти до одного гигабайта, изменит ли это хоть как-то ситуацию, учитывая то, что по стандарту стоит 2 гигабайта. Выставляем память, заходим в Майнкрафт, создаем точно такой же мир, и сразу же видим результат, теперь я могу передвигаться по миру. И что самое главное, у меня есть стабильный фпс, но не все так гладко как бы мне хотелось, когда я подлетаю очень быстро к новым чанкам, то Майнкрафт закручивает буквально на пару секунд, и тогда дальше начинает подгружать все остальное. Но так бывает очень редко, к слову, на одном гигабайте, максимально возможная дальность прорисовки увеличилась с 29 чанков, до 32 чанков, что не может не радовать. Ну и примерно постоянно в районе 100 фпс, то есть чувствуете разницу? Всего лишь 512 мегабайт, а фпс с 6 поднялись до 100. Но понятное дело, что по гигабайтику добавлять каждый раз, то видео растянется на миллионы часов, и всем надоест. Поэтому давайте мы сразу выставим 8 гигабайт. А почему бы и нет? К слову, у той самой Red Dead Redemption 2, 8 гигабайт это уже минимальные требования. Система у нас та же, прописываем уже 8 гигабайт, запускаем Майнкрафт и создаем точно такой же мир Майнкрафта. Замечу, что при 8 гигабайтах, Майнкрафт запустился вообще за считанные секунды. А мир Майнкрафта после нажатия кнопки «Создать мир» почти сразу показал стопроцентную загрузку мира. Графика все та же. Все на максимум, правда дальность прорисовки осталась на позвонке 32, увы она не увеличилась. И теперь, когда я лечу и прогружаю Майнкрафт, с дальностью прорисовки в 32 чанка, я не замечаю ни единого лага. И замечу одну странную вещь, когда я лечу и прогружаю чанки, то фпс подскакивает аж до 200 кадров в секунду. Притом, если я стою на месте, то всего лишь 75-85 фпс. Если же я спускаюсь до земли, и просто хожу как в обычном выживании, лагов я вообще не замечаю, а фпс, все так же дремлет от 75 до 85. При всем том, когда я быстро передвигаюсь, то Майнкрафт выдает мне, что я использую около 3-4 гигабайт оперативной памяти, из 8 возможных. При обычном передвижении, я использую от 2 до 3, и иногда это значение может подняться до 4 гигабайт. Думаю нам стоит немного повысить ставки, и перейти уже к стоящим цифрам, как например 16 гигабайт. Это значение уже немного выше, нежели рекомендуемые значения оперативной памяти во все той же Red Dead Redemption 2. Там это всего лишь каких-то жалких 12 гигабайт. Шучу. Ущербных. Да ладно Вам. Так вот, повторяться уже не хочу, давайте-ка мы сразу с Вами запустим Майнкрафт. Но тут уже наши планы немного изменятся, в этот раз мы будем использовать еще один тип мира, под названием Расширенный. Пару слов об этом типе мира. Данный тип мира, состоит из множества высоких холмов и гор, которые намного выше их аналогов из других типов мира. Насколько известно, такой тип мира был создан джебом случайно. Разбираясь с новыми биомами, он допустил ошибку и сгенерировал такой мир, который позднее добавил в Майнкрафт и написал заметку «Этот мир просто чтобы повеселиться». В этом типе мира довольно трудно выжить, поскольку пещеры почти не генерируются внутри гор, их нужно искать на большой глубине, но и в описании к этому миру стоит пометка «Не рекомендуется для игры в данном мире использовать маломощный компьютер». Поэтому мы проверим прямо таки, все на этом же компьютере. Начну с запуска. Он был молниеносным, правда таки при создании расширенного типа мира, все заняло буквально секунд 15, что если честно заставило меня даже немного понервничать, ибо как никак 16 гигабайт для Майнкрафта это сверх много. Но есть уже небольшие замечания, говорить про максимуму графики я не буду. Скажу, что уже при быстром полете и прогрузке чангов, Майнкрафт выдает мне всего лишь 100 фпс максимум, а использую я при этом от 4 до 6 гигабайт из 16 выделенных. Но справедливости ради, лагов при прогрузке я не замечаю. Когда я стою на месте или просто передвигаюсь обычным способом, то использую я уже минимально 4 гигабайта, а фпс в районе 75 кадров. И мне в голову пришла просто гениальная идея, а что если мы с вами испытаем еще и частицы. Я создал огромное поле пескодуш под водой, и когда я просто крутился, то фпс падало до 40 кадров в секунду. И я видел, что Майнкрафт прям почти использовал при этом 7 гигабайт, если же не крутиться, а просто стоять на месте, то фпс поднимается даже до 60 кадров. Теперь все же давайте вернемся к обычному миру, на 16 гигабайтах. И будет ли там существенная разница в фпс, и если честно, то да. Когда я просто передвигаюсь обычным способом по миру, Майнкрафт выдает мне около 100-120 кадров в секунду, и памяти при этом я использую около 5 гигабайт. Если же я передвигаюсь быстро, и быстро прогружаю чанки, то Вы не поверите, Майнкрафт использует на пике всего 6 и 3 гигабайта, а фпс поднимается до 300 кадров. Опять же таки я повторюсь, это при всем том, что в Майнкрафте настройки графики выставлены на максимум. Ну окей, такие показатели не могут не радовать, хотя разница есть, сравните, тиши характеристики только уже с 8 гигабайтами, там они существенно отличались. Ну думаю пора нам переходить к еще большим значениям, выдадим Майнкрафту уже 24 гигабайта оперативной памяти, не переживайте, 32 уже не за горами. И я не знаю почему, но в этот раз сам Майнкрафт запускался действительно долго, прям очень, а расширенный тип мира и вовсе секунд 30 создавался, это прям очень странно. Если я очень быстро летаю и прогружаю чанки, то скажу честно, Майнкрафт использует около 7,5 гигабайт оперативной памяти, ну а фпс при этом подлетали даже до 700 кадров в секунду. Если честно, я в шоке. Если я спокойно передвигался по миру, то я имел 160 до 200 кадров в секунду, но замечу, что я наблюдал небольшие фризы, когда прогружалась территория. И Майнкрафт спокойно себе хавал 7,5 гигабайт оперативной памяти. Так что большой разницы я не обнаружил, стоит перейти к обычному миру. Начну я пожалуй с обычной ходьбы, если честно я удивился, прям очень-очень. Я не ожидал того, что когда я буду передвигаться по обычному миру, то Майнкрафт будет съедать аж до 9 гигабайт оперативной памяти. Это прям на пиковых показателях, но все же в расширенном мире такого не было, хотя он требует очень мощный компьютер. При этом всем фпс стабильно держится на 120-130 кадрах в секунду, и временами подскакивает до 250. Если мы поднимемся ввысь, решим стремительно лететь в любом направлении, то увидим, что Майнкрафт покажет нам максимально до 300 кадров в секунду. Хотя в расширенном мире, это значение было почти 700. Ну а при быстрой прогрузке чанков, Майнкрафт кушает всего лишь 8,3 гигабайта, что даже меньше нежели мы просто медленно передвигаемся на своих двоих. Выводы делайте сами. Ну и давайте наконец-то выделим Майнкрафту 32 гигабайта оперативной памяти. Когда я выделил ему это значение, создание расширенного типа мира прошло намного быстрее, нежели в прошлый раз, что крайне странно. Я думал будет опять очень медленное, и при быстром полете, если честно я опять удивился, то расширенный мир употребляет максимум 6,5 гигабайт, и выдает на пиковых показателях уже 250 кадров в секунду, это намного меньше чем в прошлый раз. Когда просто передвигаюсь, то использую целых 10 гигабайт на пике, и фпс при этом всего лишь около 100 кадров. В обычном мире, при полете я использую всего лишь 4 гигабайта, и при этом фпс на пике показывает значение 200, когда я просто передвигаюсь, то уже использую почему-то 6 гигабайт, и стабильно у меня почему-то показывает около 80 фпс. И вот, настало то знаменательное время, я выделю Майнкрафту 64 гигабайта оперативной памяти, на самом же деле всего лишь 55. Так как больше у меня нету, а еще же должен работать Windows на чем-то, и при этом все нужно записывать. И в расширенном мире, Майнкрафт использует всего лишь 5 гигабайт из 55 возможных, и на пике, когда я быстро лечу, то моё фпс примерно около 350 кадров в секунду. Когда я просто передвигаюсь, то Майнкрафт использует примерно 11 гигабайт, и фпс при этом около 150 кадров. В обычном мире, при полете я использую всего лишь 6 гигабайт, а фпс не падает ниже 250 кадров. Когда же я просто двигаюсь, то использую около 7 гигабайт, а фпс при этом на уровне 110-125 кадров в секунду. Вот такие результаты дал наш эксперимент. Теперь выводы Вы должны сделать сами. Стоит ли Вам переживать, и покупать очень много оперативной памяти, дабы комфортно играть в Майнкрафт. Скажу прямо, при всех этих тестах я понял для себя, что Майнкрафту достаточно выделить около 4 гигабайт оперативной памяти, и ему будет хватать её за глаза. Но не стоит забывать, если Вы уже хотите поиграть с модами в Майнкрафте, где в сборке около 250 модов как в стонблоке, то ему минимально нужно выделить 6-8 гигабайт, если планируете играть в ванилл, 4 гига хватит с головой. Если хотите играть с модами, и чтобы музычка или видос на заднем плане, то тут придется выдать 16 гигабайт, но все же главный выбор за Вами, но еще важнее поставить этому ролику лайк, если Вы его досмотрели, подписаться на канал и нажать на колокольчик, ведь негоже пропускать видео. Пишите какие еще эксперименты провести в Майнкрафте, и как всегда, с Вами был я Неркин, и помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышемся! Субтитры создавал DimaTorzok